здравствуйте уважаемые коллеги я решил записать небольшой курс по анимации этот курс будет полностью бесплатным он рассчитан на более-менее уверенных пользователей и не привязан к каким-то конкретным программам если быть точнее то это не абстрактный теоретический курс а пошаговая инструкция как сделать видеоролик самым эффективным в мире способом по моему мнению и опыту разумеется если вы занимаетесь архитектурной визуализацией неважно интерьеров или экстерьеров либо если вы моделируете что-то или делаете предметную визуализацию то с помощью этой серии уроков вы можете научиться делать полноценные видео анимации презентации рекламные ролики прямо по ходу просмотра серий и тут я должен объяснить зачем я это делаю я очень часто вижу как опытные и не очень опытные визуализаторы выкладывают свои попытки сделать видеоролик и каждый раз я вижу одни и те же ошибки этим курсом я надеюсь защитить свою чувствительную психику от плохих роликов и возможно внести свой вклад в общее повышение уровня и конкурентноспособности наших художников на глобальном общемировом рынке также я должен сделать одну оговорку мой краткий курс это самый быстрый самый эффективный и самый дешевый способ полноценного коммерческого продакшена это значит что данный подход позволяет максимально сократить количество подготавливаемых контента скобках моделей сцен ракурсов а также сократить издержки на этапе предпросмотра правок и так далее то есть если мы возьмем некие графики соотношение скорости производства стоимости производства качество ролика на выходе проверку сценария в процессе возможность для клиента контролировать производство вносить изменения с наименьшим ущербом для исполнителя и наименьшими дополнительными затратами то представленная в курсе схема будет где-то на пересечении этих графиков и является чем-то вроде оптимального компромиссного подхода что это значит если мы убираем какой-то этап из всей этой схемы то качество и гибкость будет очень сильно страдать неадекватно сильно если мы добавляем какие-то дополнительные этапы то качество будет улучшаться но трудозатраты будут расти значительно быстрее времени будет требоваться значительно больше а следовательно все расходы возрастут экспоненциально я бы настоятельно не рекомендовал пропускать какие-то шаги поскольку это сделает ваш финальный ролик слишком неполноценным в какой-то области например просядет монтаж или смысловая нагрузка либо вы сделаете лишнюю работу либо не сделаете что-то критически важное и получите бракованный результат и так краткий план в самом начале мы определяем цель нашей анимации мы пытаемся сформулировать задачу так чтобы наша работа решила задача клиента а не просто пыталась быть красивой картинкой на следующем этапе мы стараемся найти как можно больше референсов подходящих под решение задачи клиента на этом этапе мы должны учитывать наши собственные сильные стороны и предлагать клиенту только те стили и решения которые мы сможем реализовать с максимальным качеством на этом этапе мы стараемся утвердить и закрепить выбранный стиль чтобы в дальнейшем лишний раз не спорить о личных вкусах и предпочтениях с другой стороны мы не пытаемся насмерть зафиксировать стиль и референсы поскольку это будет раздражать клиента дальше мы сразу же начинаем искать и находим музыку даже если у нас высокобюджетный продакшен и мы можем позволить себе кастомную музыку которую для нас позже напишет какой-то невероятно талантливый музыкант для недорогого производства этот этап один из самых важных с точки зрения экономии времени и соответственно денег после того как мы поняли цели нашли музыку мы начинаем составлять план он же черновой сценарий наша задача постараться упаковать нашу историю в понятную последовательность событий и опять же на каждом этапе мы следим не пытаемся ли мы потратить время и внимание нашего зрителя зря на что-то не сильно важное если что-то можно выбросить из сценария это надо выбросить на следующем этапе мы начинаем монтаж нашего ролика да у нас еще ничего нет но у нас есть музыка которую мы выбрали есть черновой сценарий есть черновая озвучка и есть картинки из гугла и этого достаточно чтобы собрать проект данная монтажная рыба позволит нам максимально дешево вносить правки менять сценарий менять длину шотов чем больше всего что можно сделать и понять на этом этапе мы сделаем тем больше времени и сил сэкономим в будущем и тем лучше будет итоговый результат на следующем этапе наконец-то мы начинаем анимировать камеры ну и все основные объекты которые у нас есть сценарии мы делаем очень черновые камеры замедленной скоростью и с большим запасом по длине разумеется для того чтобы у нас были широкие возможности монтировать эти шоты в нашу предварительную сборку только после того как у нас появился какой-то более-менее финальный аниматик мы можем начать детализировать наши 3d сцены и пытаться попадать в тот стиль который мы выбрали на этапе подбора референсов желательно сделать хотя бы по одной картинке финального качества на шот для того чтобы показать все это клиенту прежде чем мы зайдем слишком далеко и нам будет уже слишком больно и жалко переделывать чистовой материал после одобрения наших стилшотов в скобках статичные превью или ключевые кадры мы готовим сцены к рендеру добавляем финальную микро детализацию и так далее рендерим все это в секвенции кадров png или xr и заменяем готовыми кадрами наши аниматики из предварительной сборки если мы сделали все правильно то на этом этапе все должно пройти гладко и наш страшненький аниматик должен постепенно превратиться в полноценное красивое видео в самом последнем этапе мы исправляем все баги убираем шумы и артефакты делаем цветокоррекцию и композитинг здесь уж кто как умеет и отдаем финал на этом вводное видео заканчивается добавлю лишь то что для поддержки курсантов я создал телеграм-канал в котором буду по возможности помогать но ничего не обещаю возможно будут стримы посмотрим по ситуации спасибо за внимание и до встречи в следующей серии